Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный. Ну что, видно что-нибудь. Черт, черт, погатался! Гадать, уверяют астрологи, лучше всего в ночь с 13 на 14 января, когда святые дни сменяются страшными. Портал между реальным и нереальным миром открывается, и можно увидеть то, чего нет. Выпадает эта ночь на странный, но любимый россиянами праздник – Старый Новый Год. Его празднуют еще в странах СНГ, а его появление связано с реформой календаря, которая произошла после Октябрьской революции. Традиция праздновать все равно Новый Год, наступление Нового Года, в тот самый период между Рождеством и Крещением, она все равно осталась. И так в календаре в нашей стране, исключительной по сравнению с другими странами, появился Старый Новый Год. Иностранцы не понимают, как в одном словосочетании может быть и Старый, и Новый. Новый Год по старому стилю – своеобразное прощание с праздниками, день, после которого современный человек начинает входить в обычный ритм жизни. На Руси же бессонные ночи не заканчивались вплоть до 19 января. Принято было гадать на любовь, деньги и даже урожай. Сегодня гадание тоже не пустой звук. Многие верят, что в эти дни до правды можно дотянуться рукой. В моей семье хранится такая легенда, скажем так, что моя прабабушка увидела своего будущего мужа, моего прадедушку, тоже гадая. Она пускала кольцо в стакан с водой и смотрела. И говорят, что вот он ей показался в этом кольце, а на следующий день свататься пришел. Бросить сапог через левое плечо, через забор, да, и загадать имя жениха. А там же посмотрим, сбудется или не сбудется. Лить расплавленный воск в воду, слушать, откуда лает собака, класть под подушки листочки с именами. Вариантов заглянуть в будущее до сих пор немало. Одно из самых популярных гаданий – это гадание на будущее. Необходимо было взять чистый лист бумаги, хорошенечко его скомкать и затем поджечь от свечи. Этим мы сейчас и займемся. Бумагу нужно хорошенечко было поджечь и положить ее на блюдце, чтобы она смогла приобрести какие-то очертания. Давайте немного подождем. Нам показалось, что тень на стене похожа на корону. Безусловно, это хороший знак. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.